Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Черепашки Ниндзя Легенды. И сегодня у нас испытание Маня Майки. Один из подписчиков, Вуди Вудпекер, уже давно просил, чтобы я брал его команды на испытания. Но вот сегодня я решил сделать для подписчика вот такое вот отдельное видео. Итак, попросил он взять команду Мандагека, Кажеголов, Морозную Кошку, Пицелицева и Джастина. Давайте-ка, друзья, я эту команду его возьму в конце, где самые серьезные противники. А сейчас просто потестируем героев. Не очень много здесь героев. Давайте-ка я возьму каких-то прикольных героев. Вот, например, начнем-ка мы пусть Пицелицей массово сразиться с этими врагами. Итак, Пицелицей против крыс и сразу же забрасывает их раскаленным сыром. И первую волну просто вот раскаленным сыром сметает. Вторую, друзья, волну он забрасывает кальционы. Ее тоже сносит. Супер. К сожалению, массовые удары закончились. Теперь будем сражаться с врагами как есть. И первым выбивает Пицелицей Микеланджело оригинального. Бросает зомби-пису и майки выбит. Белкоиды пытаются что-то сделать, но наш Пицелицей крут. Тут нунчаками выбивает сырными, причем нунчаками выбивает белкоида. Враги прокачиваются, усиливаются. Вот на это уже не имеет значения, потому что наш Пицелицей побеждает всех врагов. Ага, появился еще раскаленный сыр. Чем он и забрасывает уже оставшийся черепашек. Ну что же, победа. Замечательная победа. Первой волне у нас враги были послабее, но с каждой ступенью, с каждым уровнем враги будут сильнее. И наша добыча Микеланджело из фильма. Здорово. Итак, следующая волна, следующий эпизод. И враги посильнее. И давайте-ка, друзья, я возьму Джастина. Вот сразимся отдельным героем. Вот такой вот забавный монстр. И он сразу же начинает бой с вот такой вот вонючей атаки. Вот, кстати, что она означает, давайте-ка посмотрим. Вот я не помню точное описание. Итак, давайте-ка нажму. Запах изо рта Джастин выдыхает облако газа от окутывающих врагов. Это разрушитель. Ну что же, было здорово. Ну, а теперь, друзья, давайте-ка мы испробуем вторую способность Джастина. Это массовая атака. Комочек Джастин выкашливает волосяные комы. Бросает их во врагов. Разрушитель. Тоже массовая атака. А вот это уже, друзья, волосяные комки, вот которым он выбивает врагов. К сожалению, закончились массовые атаки. Что же, будем выбивать Микеланджело из космоса при помощи молнии из глаз. Отлично. Космический майк выбит. Белкоиды атакуют. Вот пока Джастин держится и начинает контратковать. Один из Белкоида выбить. Микеланджело введение идет в атаку с серпами. Но наш Джастин довольно-таки крут. Очередной Белкоид выбит. Пытается что-то сделать Микеланджело ролевой. Но Джастин вот выпускает вот такое вот облако газа и добивает врагов. Ну что же, замечательный герой. Он мне нравится. Я считаю, один из лучших. Итак, супер, друзья. Переходим к третьему эпизоду. А вот сейчас у нас награда Микеланджело из мультика. Что же, здорово. Итак, сражаемся в третьем эпизоде. Вот и давайте-ка, друзья, я возьму Кожеголова. Вот, кстати, один из моих любимых героев. Посмотрим, как он справится. Кстати, в этом эпизоде тоже будет Кожеголов. Итак, начинает наш бой Кожеголов с массовой атаки. Итак, идет вперед и просто сминает вражескую защиту. Здорово. Ого. Итак, Кожеголов против Кожеголова. Нет, вначале давайте-ка, друзья, мы при помощи Крэнга выбьем Морозную Кошку. В Кожеголова, к сожалению, одна только массовая атака. И здесь, друзья, будет непросто победить. Итак, Белкоиды укрепляют защиту. Вражеский Кожеголов вот кричит. У него появляется броня. Кстати, мы тоже так можем. Итак, наш Кожеголов кричит. Но, к сожалению, у него брони не получилось. Итак, давайте-ка будем выбивать вражеского Кожеголова. Удалось разбить броню. Ну, идет он в атаку, вращается, наносит массовый урон. Но наш Кожеголов выбивает вражеского. Надеюсь, что сейчас, друзья, пройдет время. У нас появится массовая атака. И мы третью волну попробуем просто вот при помощи особого удара Кожеголова просто смести. Итак, вращаясь, Кожеголов наносит удар и просто сминает реки волну. Супер. Ну, что же, по-моему, довольно-таки крутой, интересный герой. И мы идем, друзья, с вами дальше. Итак, награда ДНК Микеланджело Ведения. А сейчас, друзья, будем сражаться в четвертом эпизоде за ДНК Микеланджело Ролевого. Ну, что же, супер. Давайте-ка, друзья, я еще возьму какого-то классного героя. Вот смотрю, кого бы взять. Итак, давайте-ка, друзья, я еще возьму Мандагека. Вот, кстати, в этом эпизоде против нас тоже будет играть Мандагека. Правда, друзья, ему будет тяжело. Но я надеюсь, что он сам справится. Итак, Мандагека идет в атаку и сразу же бросает вот гранату и в пузырьке с краской, с баллончиком краской, прошу прощения. И просто сминает первую волну. Со второй будет не так-то просто. Итак, давайте-ка ударом языка. Я попробую выбить вражеского Мандагека. Да, наш Мандагека бьет и вражеский выбит неплохо. Идут бой Таракан и Терминаторы. Но давайте-ка я прокачаю скорость. Играет на воображаемой гитаре Мандагека и у нас появляется атака и скорость. Удар и Терминатор Таракан выбит. Второй удар и второй Терминатор Таракан выбит. Оттался Макмен, но ненадолго. Вот наносит мощный удар. Выживает. Ничего себе, выживает Макмен. И мы переходим к третьей волне. Итак, враги все сильнее. Все непросто нашему Мандагеку выиграть. Тем не менее, вот бросаем гранату. И вот просто здорово, молодец. Мандагека просто уничтожает третью волну. Это было здорово. Итак, идеальная победа на три звезды. И мы движемся с вами дальше. Переходим, друзья, на пятый эпизод. Все меньше-меньше до конца. И враги все сильнее и сильнее. Ну что же, друзья, давайте-ка я возьму для следующего боя две ипостаси Криса Брэдфорда. Вот Рокзар. Только Острозуба, друзья, не хватает для компании. Вот почему вот так сделали разработчики в этой игре, непонятно. Вот Крис Брэдфорд, Рокзар и Острозуб. Это все тоже один человек. Но почему-то Острозуба здесь нет. Ну, посмотрим, друзья, смогут ли вот эти два героя справиться. Вот, кстати, Морозная Кошка у нас еще тоже не участвовала. Ну, пока давайте-ка попробуем вот вдвоем. Крис Брэдфорд, Рокзар. Играет против врагов. Кстати, и одного, и у второго нет массовой атаки. Значит, будем выбивать как есть. Но вначале пусть Крис Брэдфорд прокачает нашу защиту. Крис Брэдфорд ударом ноги выбивает терминатора, таракана, мутировавшего. Вот, супер, друзья. Переходим ко второй волне. И, к сожалению, друзья, нету массовых атак. Нету в этих героях массовых атак. Значит, будем выбивать вот такими одиночными ударами. Вот, неплохо. Отлично. Итак, Крысы идут в атаку. Вот, появился постепенный урон у Рокзара. Но наши герои молодцы. В принципе, довольно-таки здорово выбивает вражеских врагов. Этих крысо-мутантов. Отлично. Переходим к третьей волне. Ого-го. Как здесь все непросто. Итак, давайте-ка усиливать защиту. Прокачивает защиту Крис Брэдфорд. А Рокзар атакует Кожеголова. Удар когтями. Выживает. Выживает Кожеголов, но ненадолго. Ударом ноги Крис Брэдфорд его выбивает. Кстати, друзья, нужно было, конечно же, первым делом выбивать Морозную Кошку. Смотрите, что она делает. Она качает скорость вражеского отряда. Вот, нужно это ей помешать. Давайте-ка я попытаюсь сейчас выбить. Вот, и так, Розар атакует. Выживает. Выживает Морозная Кошка. Давайте-ка я прокачаю атаку. И нас, кроме того, появится контратака. Вот, смотрите, как здорово. Крис Брэдфорд ответил на контратаку. Вот, контратаковал беднягу Кейси Джонса. Вот, и так здорово наши герои вот контратаками добили вот третью волну. Переходим к четвертой. А целая куча Микеланджело. Микеланджело мультик. Микеланджело космос. Микеланджело классический. И Микеланджело ролик. Плюс еще вот бедняга Белкоид. Его выбиваем в первую очередь. Ну, а теперь Розар привлекает внимание. Оскорбляет врагов. А Крис Брэдфорд пытается выбить Микеланджело ролевого. Не получилось. Все-таки враг хорош. Ага, Микеланджело мультик подлечивает ролевика. Враги прокачиваются. Появляется более продвинутый урон. Массовая атака Микеланджело ролевого. Но Рокзар когтями выбивает этого врага. Супер. Давайте-ка, друзья, не буду я уже тратить время на защиту. Будем атаковать и выбивать врагов. Итак, враги все сильнее и все сильнее. И все нашим героям все непросто. Итак, друзья, я что думаю? Давайте-ка мы сейчас возьмем команду от Вуди Вудбекера. И последних два эпизода я пройду с командой от этого подписчика. Итак, супер. Давайте-ка мы возьмем. Итак, кого заказывал подписчик с ником Вуди Вудбекер. Давайте-ка я подберу команду. Итак, нам нужен Мандагека. Вот давайте-ка и переходим на шестой эпизод. Вот нам нужен Мандагека. Нам нужен Кожеголов. Нам нужна Морозная Кошка. Кстати, она сегодня не участвовала. Нам нужен Пиццелицей. И нам нужен Джастин. Ну, по-моему, друзья, команда супер. Итак, вперед в атаку. Вот враги посильнее, но и наша команда просто здорово. Иначе начинает бой Мандагека. Бросает вот гранату. Отлично. Только один терминатор-таракан уцелел, но ненадолго. Морозная Кошка его забрасывает снежком. Вот здорово. Итак, с первой волной мы шутя справились. Со второй это уже будет не так-то просто. Хотя давайте-ка мы пошлем бой Кожеголова. Вращаясь, наносит удар и просто сминает вот вторую волну. Отлично. Для третьей у нас есть Пиццелицей, который забросал врагов раскаленным сыром. А Джастин вот еще ядовитым облаком добивает. Ничего себе. Уцелел, уцелел. Кстати, кто это уже делал? Это Железная Голова уцелел, но ненадолго. Мандагека своим языком его добивает. Итак, наша команда шутя прорвалась через три эпизода. К сожалению, вот здесь у нас пока нет массовый антакт. Зато Морозная Кошка подлечивает отряд. Кожеголов привлекает внимание к себе. А, есть, друзья. Итак, Пиццелицей бросает кальционы и наносит массовый урон. И сразу же добивает. Большую часть он смел, а остальных уже добивает Джастин. Вот своим волосатым ударом. Итак, друзья. Очень классная команда. Но сейчас пойду враги очень-очень крутые. Будет непросто победить. Итак, наша добыча Микеланджело оригинальный. Супер. Итак, друзья. Переходим на последний эпизод. Давайте-ка сразимся и посмотрим, удастся ли нашей команде от подписчика победить. Враг довольно-таки силен. Но я уверен, у нас все будет здорово. Итак, команда от Вуди Вудпекера. Друзья, в следующем видео я хочу снять завтра уже испытания борцов с преступностью. Пишите ваши отзывы, то есть команды под видео. Здесь очень ограниченное число героев. Я в конце покажу. То есть только с теми героями, которые есть. Ну что же. Давайте-ка бросим гранату. Посмотрим, как пройдут удары. Итак, неплохо прошли. Вот давайте-ка прокачаем еще скорость. Благодаря нашей морозной кошке. Благодаря вот метает вишенки. И вот так неплохо. Каждый голубь бьет кренгом. И что же. И удар проходит мимо. Возможно, зомби-пицца что-то сделает. Есть. Удалось выбить. А Джастин молниями из глаз добивает последнего человека гриба. Переходим вот сюда. И нету ни одной массовой атаки. Ничего страшного. Мадайдека наносит удар языком. Досталось терминатору таракану. Но выживает. Ох-ох-ох, друзья. Непростой будет бой. Вот. Недаром это терминатор и таракан. И да. У нас есть кожеголов. Он вращаясь наносит массовый урон. И просто сминает. Вот. В вторую волну. Супер. Приходим к третьей волне. А здесь уже мутировавшие тараканы. И у нас вот Джастин, которых забрасывает врагов вот таким вот клубком. Вот. К сожалению, друзья, не тот результат, что я ожидал. Досталось врагам, но враг уцелел. Отлично. Было бы здорово еще наш отряд подлечить. Что и делает морозная кошка. Благодаря сырному мороженому отряд восстановлен. А кожеголов выбивает вот этих тараканов, терминатора, мутировавших по одному. Итак, сырный, раскаленный сыр добивает оставшихся врагов. Переходим к четвертой волне. И у нас есть ядовитое облако Джастина. Выпускает, друзья. Вот здоровье у врагов, конечно же, ушло. Но враг держится. Итак, очень мощный удар Мандагека. И очередной враг выбит. Морозная кошка пытается зацарапать Кейси Джонса. И ей удается. А Кейси... Прошу прощения. А кожеголов кричит. Привлекает в внимание. Здорово. И да, друзья. Итак, кальционы от Пицелицева. Взрыв. И вот переходим, друзья, к пятой волне. Итак, самые сильные черепашки. Микеланджело. Микеланджело космический. Микеланджело ролевик. Микеланджело из космоса. Причем Микеланджело из космоса двое. Плюс Микеланджело оригинальный. Вот. Не осталось масштабных атак. Значит, будем так выбивать. Вот. И общий бой Джастина и Мандагека. И одна черепашек выбита. Дальше атакует Морозная кошка. Досталось оригинальному Микеланджело. Но мне кажется, где-то на подходе у нас и массовые атаки. Да. Кожеголову удается выбить Микеланджело оригинального. И так неплохо. Да. Есть. Бросает вот банку с краской Мандагека. Досталось врагам. А Пиццелиций пытается добить. Не удалось. Зато Джастин Молниями глаз уже добивает Микеланджело ролевого. Супер. Пытается что-то сделать Морозная кошка. Смотрите, как забавно, друзья. Осталось два в живых Микеланджело космических. И вот один нанес урон. И второй идет в атаку. Ничего страшного. Мандагека пытается выбить. Это оказывается непросто. Но и здорово, что у нас есть Кожеголов. Он добивает. А Пиццелиций метает зомби-пиццу. Вот. Довольно-таки сильный враг. Но тем не менее, на раж отряд молодец. И так победа просто замечательно. И так, идеальная победа. Вот, друзья. Сегодня я уже на этом с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Завтра я планирую снять испытание Девичья Сила. Пишите ваши команды для этого испытания. Кстати, давайте-ка посмотрим, какие герои здесь участвуют. Итак, особый бонус для девчонок. Кстати, как посмотреть, какой же бонус здесь работает. Ну вот, подсвечивается. Кроме того, целая куча героев. Вижу черепашек. По-моему, друзья, здесь все герои и есть. Нет, вижу, друзья, в основном черепашки. Хотя большинство героев тоже есть. Вот, вижу. Да, друзья, наверное, все же, все герои здесь участвуют. Точно. Все герои. То есть, пишите ваши составы. Здесь в этом испытании Девичья Сила участвуют все герои. И я их возьму. Ну что же, друзья, на этом сегодня я прощаюсь. Всем пока-пока. Пишите ваши команды. Вот именно для испытания Девичья Сила. Команды от подписчиков я беру в видео, где составы от подписчиков. Кроме того, друзья, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Также, друзья, пишите в отзывах, в комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. И я буду действовать согласно ваших отзывов в комментариях. А я на этом прощаюсь. Всем пока, друзья. До новых встреч. До новых встреч.